Привет! Сегодня видео про мой гардероб, и я с удовольствием расскажу, что в нем происходит, как я выбираю вещи и покажу мои любимые комбинации. Надеюсь, что это видео вам будет интересно, и если оно вам понравится, вы можете поставить палец вверх. Если вы хотите научиться выглядеть стильно и жить со вкусом, присоединяйтесь, подписывайтесь на мой канал и проверьте, если у вас активирован колокольчик, чтобы быть всегда со мной на связи. Также рекомендую пересматривать мои предыдущие видео, и если вы не так давно присоединились, и если даже смотрите меня уже много лет, стопроцентно вы найдете для себя новые заметки, услышите новую информацию, которая вам поможет еще лучше разобраться с собственным стилем. Я предпочитаю качество, а не количество. Я, в принципе, не очень люблю разнообразие, и сейчас в моем гардеробе я стараюсь повысить качество тех вещей, которые я постоянно использую для моих образов на каждый день, которые я люблю, которые отражают мой стиль, и у меня это, естественно, верхняя одежда, джинсы, обувь и аксессуары. В качестве верхней одежды самый мой любимый элемент это, конечно же, пиджак. В принципе, я их обожаю, и если есть возможность составить образ на основе пиджака, я, конечно же, это делаю, и это мой образ уже очень много лет. На фотографии мне 22 года, как видите, уже тогда я носила черный пиджак, светло-голубые джинсы и белую футболку. И белая футболка, кстати, это Александр Ван. И для Великого Новгорода, для 2007 года, это была целая история, чтобы ее раздобыть, я ее заказывала через Америку, через знакомую. В общем, как видите, стиль это поиск. Пиджак и джинсы это тот образ, от которого я не устаю, он абсолютно вне времени, супер классический, и я в нем себя чувствую максимально комфортно. И сейчас я заменила мой пиджак на более качественный, от Redan. Я купила два пиджака, на самом деле, в черном и в молочном цвете, один сейчас на мне. Мне очень импонирует этот бренд, потому что они перерабатывают сырье, перешивают старые джинсы Levi's вручную, в новые, и тем самым поддерживают тренд на экологичность. И сначала Redan делали только джинсы. В линейке со временем появились и другие вещи, майки, футболки, толстовки, пиджаки и так далее. Джинсы тоже составляют достаточно важную часть моего стиля и моего гардероба. Я их тоже обожаю. И, конечно же, мои джинсы это молочные, светло-голубые, серые, черные. И у меня есть фишка, я очень люблю джинсы на болтах. И даже иногда, если это джинсы не на болтах, это может остановить мою покупку. Есть в моем гардеробе джинсы E, которым несколько лет, например, Zara, Levi's и вот эти джинсы Redan светло-голубые, которые я постоянно тоже ношу, не так давно у меня появились, плюс темно-серые и черные. Все джинсы на завышенной посадке. Сейчас основная часть это все-таки джинсы более прямые. На самом деле, я очень люблю шопинг в период распродаж, а это два раза в год, в том числе и на крупных сайтах. Например, этот пиджак, черный пиджак я купила на скидках. И также я очень люблю шопинг в аутлете. И еще лучше, если это период распродаж, там тоже можно что-то найти по очень приятной цене. Также мне нравятся сайты Yux и The Outnet. И, в принципе, я считаю, что сейчас очень много одежды производится. И на таких вот сайтах, куда уходят предыдущие коллекции, тоже можно найти классные вещи. На шопинге, я думаю, не скупаю все подряд. Естественно, в Италии очень большой выбор и разнообразие. И всего очень много. И это только на первый взгляд кажется плюсом. На самом деле, достойные вещи ты ищешь как охотник, очень придирчиво. И я такой фанат, чтобы сидела вещь, очень хорошо. То есть фанат посадки. Мне это очень нравится. И если что-то меня не устраивает, я откажусь от такой покупки. И, конечно же, мой любимый отдел Saint Laurent, который я всегда проверяю, если мне что-то там удается купить в период распродаж, я этому очень радуюсь. Например, кожаную куртку-косуху я купила в Outlet. И это была целая история, победа, потому что обычно на такие классические вещи в Outlet не попадают. Но она мне встретилась. И, конечно, я по приятной цене ее купила. Если бы она стоила по оригинальной цене, как в магазине, конечно, я бы не смогла ее себе позволить. Цветовая палитра моего гардероба это черный, белый, голубой. Естественно, опять же, на шопинге я всегда учитываю цветовую палитру моего гардероба, моих вещей. И, вы знаете, стиль это логика. То есть вещи в ваш гардероб должны попадать логично. Когда они попадают логично, а не хаотично, тогда у вас абсолютно нет никаких проблем. Я абсолютно осознанно сокращаю мою цветовую палитру, разбавляю эти три цвета темно-синим и оттенками зеленого. То есть ухожу в более холодную цветовую гамму. Темно-синие у меня есть вещи. Это свитера, темно-синие джинсы и темно-синее платье. Тоже не так давно появилось. На самом деле, это мой личный эксперимент, но при покупке этого платья, так как оно длинное, я прекрасно понимала, а с какой обувью я буду его носить, и б, что очень важно, с какой верхней одеждой. То есть так как у меня есть длинное пальто и не будет слишком сильных перечетов в длине, в нижней части. И сейчас в моем гардеробе появилось темно-зеленое, очень такое интересное, глубокого оттенка пальто, которое я, конечно же, с удовольствием носу. И, в принципе, я очень люблю верхнюю одежду. Мне все-таки больше нравится четкий плечевой пояс, поэтому я чаще всего выбираю все-таки пальто с более четким плечом, и то же самое касается тренча, который также не так давно появился в моем гардеробе. Это как раз к вопросу, как я понимаю, что пора с какими-то вещами расстаться, и что пора что-то новенькое добавить. На самом деле, я всегда смотрю на силуэт, то есть у меня очень давно был тренч достаточно короткий, классический. Я понимаю, что со временем такой силуэт устарел, и, конечно же, в этом сезоне я добавила для себя длинный тренч, и то же самое было с пиджаком, и даже два у меня было пиджака Saint Laurent, которые, к сожалению, были слишком узенькие, слишком куцые, очень жалко было с ними расставаться, но я их перепродала. Это тоже был ваш вопрос, что я делаю с вещами, куда они у меня уходят, выбрасываю я их или нет. На самом деле, если есть возможность перепродать вещи, конечно, я их перепродаю. Обычно я это делаю на сайте VTR Collective, или на eBay, или через знакомых, если кто-то заинтересован в покупке той или иной моей вещи. И если нет возможности перепродать, то я их дарю. Когда, например, прилетает мама, забирает какие-то вещи, дальше дарит моим родным, родственникам, знакомым, что-то привозила я в Россию, точно также дарила. Если я понимаю, что, ну, все, эту вещь никак нельзя применить. В Италии на улицах стоят специальные контейнеры, в которые можно положить ваши вещи, которые вы уже больше не носите, которые, может быть, уже как-то морально устарели, и просто таким образом отдать их на благотворительность. Мне нравится больше не полностью обновлять мой гардероб, а все-таки дополнять или повышать качество отдельных вещей, но на самом деле в моем гардеробе есть вещи, которые со мной уже очень много лет. Например, черное пальто Sandro или джинсы Zara, джинсы Levi's, которые вы тоже видели. Также у меня есть достаточно старые брюки Masha, которые я использую до сих пор. Они внизу с перемычкой, и я их вам показывала в видео про Клаудио Шифер, там был у меня образ. Естественно, моя сумка Saint Laurent, которая со мной уже несколько сезонов. Мои любимые рубашки, к сожалению, сейчас не носят клетку, но эту рубашку я очень люблю, и отвесила до момента, когда клетка вновь вернется в моду, потому что сейчас гардероб все-таки более однотонный, то есть базовый гардероб сейчас в тренде. В моем гардеробе всегда присутствуют черные, белые футболки. Я за ними всегда охочусь, и это такие элементы, которые очень-очень давно, очень-очень много лет в моем гардеробе. Количество решает каждая женщина для себя сама, нет какой-то цифры, которая обязательно должна быть или не обязательно. Здесь важно понимать, насколько вы любите разнообразие, насколько вы любите вещи, насколько вы любите моду в том числе, и у меня на канале есть отдельное видео 30 вещей для современного гардероба. В принципе, от него можно оттолкнуться и дальше уже решить свое количество вещей, то есть в смысле ограничения я себя не ограничиваю, но вещей в моем гардеробе не очень много, и в видео, как разобрать гардероб, я вам показывала мой шкаф, он у меня метровый, и, в принципе, этот шкаф у меня и остался. Туда помещаются все мои вещи, за исключением верхней одежды, и я вещи на сезон меняю, то есть, опять же, при шопинге я очень четко представляю свой гардероб, то есть, вот это вот целостное восприятие своего гардероба, то, о чем я все время вам рассказываю, это очень важно, поэтому я очень четко понимаю, какой вещи мне сейчас на сезон не хватает, и конкретно за ней иду в магазин. Моя коллекция сумок, сейчас их у меня три, и серая сумка Сен-Лоран и красная, я их перепродала, и у меня осталась сумка прямоугольной формы на цпочке, которая всегда со мной и подходит абсолютно к любому образу. Также появилась сумка более крупного размера, в светлом оттенке, что хорошо вписывается в цветовую гамму моего личного гардероба, опять же, она очень ко многим образом подходит, плюс у меня появилась сумка небольшого размера, потому что иногда на каждый день я не ношу с собой много вещей, то есть, у меня только телефон, кредитная карта, да, собственно, и все. Также было очень много вопросов про уход за вещами, но это на самом деле отдельная, очень интересная тема для отдельного видео. Здесь я бы рекомендовала всегда проверять состав перед покупкой. Я не так давно не купила шелковую рубашку в Сен-Лоране, потому что понимала, что за шелком будет очень сложно ухаживать, и шелк, в принципе, на каждый день, я не так часто использую, то есть, это не моя история. Вот это и есть проявить стойкость в магазине, даже если цена классная, даже если это твой любимый отдел, но не купить, понимая, что эта вещь не вписывается, потому что каждая новая покупка, она прямолинейно влияет на вас, на ваш гардероб, на ваш образ. Очень важно учитывать и, естественно, цвет этой вещи. Что касается ухода за вещами, конечно, я советую иметь паровой утюг. Это очень выручает, то есть, все ваши вещи будут хорошо выглядеть, вы сможете их быстро погладить и освежить в том числе, поэтому присмотритесь к такой покупке, она очень-очень нужна. У меня паровой утюг существует еще со времен, когда у меня был собственный шоу-рум. Что касается обуви в моем гардеробе, то в большинстве своем она черного цвета, потому что, кто бы что ни говорил, черный самый универсальный цвет, поэтому я рекомендую для базовой обуви выбирать именно черный цвет, вам будет абсолютно легко с такой обувьем. Я просто обожаю мои ботинки в мужском стиле и ношу их как с джинсами, так и с юбками и платьями на таком контрасте. Я очень люблю мои ботильоны, они имеют устойчивый каблук, форма очень классная и, опять же, не теряют своей актуальности на протяжении уже нескольких лет. Сейчас у меня в гардеробе появились сапоги высокие, и я здесь экспериментирую, ношу как с более узкими брюками, так и под джинсы. Например, вот такой вот образ. На мне пальто, свитер с горлом, кстати, свитер из мужского отдела, мы его делим пополам с моим мужем, и у меня есть еще парочка свитеров из мужского отдела. Это к вопросу, какие вещи есть в моем гардеробе из мужской секции. Дальше джинсы Zara, и вот таким вот образом я надеваю сапоги под джинсы, и очень классный эффект, то есть ширина джинсов дает мне такую возможность, и очень простой, но классный образ. В основном вся обувь в моем гардеробе это Saint Laurent. Я очень люблю качество, и здесь я инвестирую совершенно однозначно. Вот эти вот босоножки, это самые-самые мои любимые, они такие красивые, такие изящные, такие шикарные, очень они мне нравятся. Мой шоппинг-лист сейчас я охочусь за водолазкой с тонкой шерсти. Купила две, обе отправила обратно. Одна мне не понравилась по качеству, другая не подошла по размеру, то есть слишком маленький размер, я не угадала. Такое тоже бывает, и со мной в том числе, то есть когда это шоппинг в интернете, это абсолютно нормально. И я охотилась за ремнем с черной пряжкой, сейчас его нашла. Мне именно хотелось, чтобы пряжка не была металлическая, а была именно черная, чтобы ее было не видно. Очень было много вопросов также про сочетания, то есть чем я руководствуюсь, как я выбираю образы на каждый день, как я сочетаю вещи. Но на самом деле я, конечно же, опираюсь на конкретные принципы, и все эти принципы есть в моем курсе. То есть курс как раз таки не про то, как сочетать джинсы с пиджаком, это и так вы знаете. Курс про сочетание вещей с точки зрения цветовой гаммы. Это очень частый вопрос, потому что вы купили ту или иную вещь, принесли домой, не знаете с чем носить, потому что не нашли ей удачную пару в плане цвета. И, конечно же, сейчас в моем гардеробе, имея огромный запас знаний, имея огромный практический опыт, я пытаюсь вычленить мои любимые сочетания, что отражает именно мой вкус. Потому что, как стилист, я могу, конечно же, придумать удачную комбинацию для абсолютно любой вещи. Но понять и ощутить, какая комбинация, какая расстановка в плане цвета, в плане пропорции, сколько, какого цвета будет на фигуре. Мы же с вами по вертикали располагаемся, растем, да, и мы по вертикали распределяем на себя вещи. И как сделать так, чтобы все эти вещи друг с другом взаимодействовали, то есть, чтобы была определенная логика, баланс, гармония. Это, конечно, очень большое искусство, и сталинк вещей это очень интересная и очень важная тема, которая, конечно же, влияет на то, выглядите ли вы стильно или нет. Из аксессуаров, конечно же, мое любимое кольцо Reposi. Это подарок мужа и абсолютно stay minimal stay chic, то есть, тоже отражает философию шикарного минимализма. Очень красивое, очень простое, но только на первый взгляд. Я очень люблю солнцезащитные очки, и все три пары это Saint Laurent. Мне кажется, что там очень классные очки продают. Я большой фанат качественного нижнего белья, и в моем гардеробе есть нижнее белье, как гладкое, так и кружевное. Чаще всего кружевное белье мне нравится покупать у Стеллы Маккарни. Что касается небольших аксессуаров, не так давно появился ремень и лак для ногтей, я тоже вам его показывала зеленого цвета. То есть, все в рамках моей цветовой гаммы. С яркими цветами я не очень люблю образы конкретно на мне, конкретно для меня на каждый день. У меня есть несколько ярких вещей, но абсолютно по настроению. Я не чувствую в себе потребность в ярком цвете. То есть, многие говорят, что черный цвет скучный. Для меня черный цвет очень шикарный, очень элегантный. Это как квинтессенция всех цветов, то есть он лучший из всей цветовой палитры. Для меня черный, белый это лучшие цвета, и поэтому я их выбираю. Поэтому, несмотря на то, что чисто потенциально, я многие вещи на себе хорошо держу, и есть огромный выбор вещей в Италии. Но все-таки мой стиль, он остается моим стилем. Я всегда выбираю для себя вещи простого, но в то же время очень такого классического, шикарного вида. Я всегда придирчиво выбираю вещи, и на протяжении многих лет остаюсь верной своим любимым таким вот основным вещам. Джинс, футболка, пиджак, верхняя одежда, обувь, аксессуары. Естественно, меняется силуэт, меняется форма, и я это всегда тоже учитываю. Позволяю некоторые эксперименты, но то, что, опять же, было бы мне интересно, то есть я абсолютно не все добавляю в свой гардероб, очень точечно. Иногда экспериментирую с леггинсами, с футболкой, с подплечниками, может быть, с какими-то цветами, которые добавляю, но ни больше, ни меньше, то есть за модой, за трендами я абсолютно не гонюсь. Я всегда выбираю, конечно же, стиль. Спасибо большое за то, что вы провели это время вместе со мной, посмотрели это видео, надеюсь, оно вам понравилось, и, конечно же, жду ваши комментарии, ну и мы с вами увидимся, как обычно, в следующем видео. До скорой встречи, обнимаю, желаю супер отличного настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok